Женя. Сергей. Многие критики уже назвали твою роль, роль режиссера в спектакле «Дон Жуан. Генеральная репетиция» твоей лучшей ролью. И «Золотая маска» это мнение только закрепила. Кстати, поздравляю тебя с этой премией. Скажи, пожалуйста, а сам ты считаешь эту роль своей лучшей? Театр, мы же понимаем с тобой, что это такая штука живая, что сегодня у тебя там что-то там произошло, а завтра там в меньшей степени или там в большей, да, там. Вот, поэтому так как-то рефлексировать, отстраняться и говорить, вот это уже вот сделано, и это какая-то вот такая законченная твоя продукт, так не получается. Поэтому зачем? Но эта роль открыла для тебя какие-то новые горизонты, которых ты до этого не знал? Может быть, что-то ты про себя понял, что ты способен на что-то такое, чего раньше ты о себе не думал? Ну, она как бы так потребовала определенную долю терпения, в смысле терпения, наверное, вот ожиданческого, поскольку долго, значит, спектакль сочинялся в связи с пандемией, в связи с разными обстоятельствами. И, в общем, до какого-то момента было не очень понятно, на что мы вообще в принципе опираемся, кроме как на, значит, вот Дмитрия Анатольевича, которого происходил какой-то вот этот вот процесс сочинительства. И, ну, не было же литературного как такового текста. А не было пьесы в начале? Ну, пьесы, ее как бы, пьесы, это, в общем, и в конце назвать достаточно сложно, это все-таки такое, ну, либретто с диалогами, но оно возникало в процессе репетиции. Изначально это было там некоторое количество листов текста, была идея про режиссера, который проваливается подобно Дон Жуану, репетируя Дон Жуану, что он расстреливает артистами. То есть какие-то артистов, какие-то вводные были, но как это все будет происходить? Собственно говоря, про маски я узнал только, там, незадолго до выпуска спектакля, что это все дойдет. То есть мы говорили о том, что здорово, если это будут какие-то яркие образы, если мы попробуем себя как-то изменить. Но то, что мы дойдем до театра масок, в общем, это не то, чтобы изначально было заложено. Вот. Поэтому это, конечно, очень увлекательно, но это, как все неизвестное, в общем, достаточно стремно и страшноватенько, потому что ты сидишь и вот в каком-то ожидании, что вот что-то должно... Ну, сидишь, ходишь, разговариваешь, там, что-то пробуешь. Вот. Такая вот история. Понятно. Кстати, про маски. Ты работаешь в пластическом гриме, в спектакле. Да. Он, соответственно, лишает тебя мимики. Это тяжело или это дает какие-то... Знаешь, я даже не знаю, лишает он меня мимики или не лишает, потому что я не очень себя воспринимаю внешне. Так. Вот. У меня есть какая-то внутренняя жизнь, которую, скорее, маска, там, помогает в себе, ну, как-то собрать, да? То есть ты как бы раз, и ты такой, я вот, вроде как, ну, ты живешь же внутренне, а что работает мимически? Как работает? Ну, видимо, все равно работают глаза, видимо, все равно работает, там, рот, там, какие-то вот эти вот все вещи, потому что мимика, как мы даже по этим маскам знаем, там, вот эти вот все, да, ну, все равно это мимические какие-то дела. Ну, то есть она тебя не закрепощает? Она тебе... Или вот, вот, как ты оцениваешь работу с маской? Я это не чувствую, ты же, ну, как сказать. Ну, то есть она тебя запрещает, что сваждает. Это артист с одним лицом, в принципе, который как бы не сильно как-то меняется. В общем, я не могу сказать, что я сильно такой человек, который балует, ну, вот, мимикой как-то пытается... Хлопочет лицом. Хлопочет физиономию, да. В общем, когда мы учились у нашего мастера Петра Навмыча Фоменко, это вроде как считалось за дурной тон, когда человек играет лицом, вот. И вроде как нас Петр Навмыч все-таки, значит, склонял вообще не к тому, чтобы не то, что играть там лицом, да, а все-таки больше заниматься там партнером, восприятием партнера, спектаклем, ощущением этого спектакля. И, наверное, все это в итоге в спектакле вот этой генеральной репетиции Дон Жуана, оно, наверное, работает. То есть не то, что... Все-таки Дмитрий Анатольевич пришел уже в какую-то существующую труппу, существующий театр с какими-то своими правилами, законами, понятиями, да. Вот. И, наверное, это вот каким-то образом совпало. А скажи, пожалуйста, год назад, когда зрители пришли на спектакль, они сначала тебя не узнали в гриме, они справлялись у программки, кто играет, поняли, что это ты, и дальше гадали, на кого похож твой Евгений Эдуардович. И вспоминали и Георгия Санчетов-Станогова, и Юрия Петровича Любимова, и, конечно, Петра Навмыча Фоменко. А скажи, пожалуйста, у твоего героя есть какой-то реальный прототип, или, может быть, несколько прототипов, или это плод твоей фантазии целиком? Ну, когда зашла речь про маску, то Дмитрий Анатольевич говорил о том, что давайте это будет вот, ну, что-то вот похоже на Висконте. А в итоге, когда это зажило и совпало, то был момент, когда Дмитрий Анатольевич сказал, Женя... Ну, и действительно, мне многие там ученики Гончарова говорили, что это похоже на Гончарова, кто работал с Любимовым или с Германом, говорили, ну, это же Герман, там, и прочее, прочее. Приходил Андрей Сергеевич Смирнов, который сказал, Женя, меня все толкали, говорили, это же ты. Ну, и вот все в таком духе. А Дмитрий Анатольевич сказал, Женя, вы знаете, я поймал себя на мысли, что вы вдруг стали в чем-то очень похожи на моего отца, и что еще страшнее, возможно, даже на меня. Конечно, это не придуманный режиссер, в том смысле, что вот эта черта, да, вот этой истовости и какой-то необходимости идти куда-то там до конца, в этом, в общем-то, ну, иллюзорном мире спектакля, который ты делаешь. И вот он идет туда. И не может ему ни на что опереться. Он видит этих артистов, которым он дает, он не может на них опереться. И вдруг он встречает эту старую гвардию, которой уже кто-то спился, кто-то ушел, значит, в эти монтировщики, кто-то вот уборщицей стал. И он понимает, что это те люди, за которых он может зацепиться, которым 30 лет назад они что-то сделали, они говорят на одном языке. И этот язык нельзя забыть. Вот такая вот штука. Спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляю тебя с премией «Золотая маска».